Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, и вы знаете, вот по тексту я могу сделать вывод, что вы довольно такой сознательный человек, скажем так, вот, сознательный человек, который в общем-то знает, чего он хочет, понимает, чего он хочет, где-то вот в глубине души отдает себе отсчет в том, чего он хочет, но попал в такие вот, если угодно, тишки, да, такие вот тишки, прямо скажем, отношениями, когда вы перекладываете ответственность на мужчину за себя, по сути дела. И вот этот момент, момент, когда вы перекладываете ответственность в себя на мужчину, на другого человека, на мужчину, не столь важно, это, вот, вот в этот момент у вас, к сожалению, и происходит самая большая проблема. Вы говорите, что он написал по проекту, вы говорите, что он написал вам, значит, по-деловому, да, для того, чтобы, ну, вы как-то начали работать, значит, по проекту, да, по своему проекту, как-то вот у вас есть, вот, ну, написал он вам по проекту, написал, хорошо, написал, ну, и общайтесь с ним только в контексте делового общения, потому что вам нужен этот проект, вроде как, или проект нужен, то есть тоже вот, давайте определиться для себя с этим, нужен вам проект или нет. Если нужен, то это одно, если нет, это, соответственно, ну, другое, другое. Определитесь с этим, для себя хотя бы, вот. Далее. Ваш мужчина, он, значит, поступает довольно эгоистично, он и хочет быть с вами, и в то же время не хочет этого. То есть, до него переезд, до него переезд оказался не такой легкой и замерзшей, как, например, это оказалось для вас. Ну, в общем, отношения, по сути дела, не выдержали расстояние. Это тяжело, это больно, но это правда. Мужчина больше не хочет, чтобы вы были с ним, он не хочет ничего делать для отношений. Значит, вы, когда вам хочется написать ему о том, что у вас происходит в жизни, хорошего, положительного, да, и так далее, вы нуждаетесь в нем, вы сами нуждаетесь в нем. Ну, почему, почему? Возможно, потому что у вас нет в новом месте достаточного количества друзей. Возможно, потому что вы еще не построили свои отношения с другими мужчинами. И во многом это делать, во многом выстраивать отношения, новые отношения с новыми мужчинами. То есть, не ставить себе цель именно какие-то отношения построить, ну, буквально в смысле этого слова, да. Речь не о отношениях как таковых. Давайте вот сразу этот момент с вами мы проясним. Речь о том, чтобы вы просто сравнили то, как вы, значит, выглядите, как вы чувствуете себя, значит, естественно, вы во взаимодействии с другими мужчинами, по сути дела. Вот это то, что вам нужно сделать, то, что вам необходимо провернуть, скажем так, то, что вам необходимо устроить и реализовать. Чтобы вы поняли, какая вы в отношениях с другими мужчинами, какая вы в отношениях с другими представителями, значит, ну, сильного пола, да, и так далее. И вот поняв это, чтобы вы могли уже четко сравнивать, какой мужчина тот и каков ваш мужчина этот, чтобы вы отдавали себе в этот отсчет. Значит, без отсчета, без понимания того, чего вы хотите, как вы хотите, без работы в этих направлениях у вас мало шансов как-то реализовать себя и реализовать свои потребности, в частности, потребности в той же, например, новой жизни, которую вы так хотите, в которой вы так много говорите, понимаете, вот. То есть делать это нужно обязательно, вот именно подобные вещи. И только тогда вы сможете получать новый опыт. Далее, значит, следующее. Подумайте, что вы получаете от мужчины. Вроде сконцентрируйтесь на том, обратите свое внимание на то, что вы получаете от него. Просто вот, что вы от него получаете, что вы чувствуете, когда вы восходите к нему на пацан. Для чего вы это делаете? Для чего? Какая цель? Он мужчина, да? Он, может быть, и несчастливый. Но вы хотели сделать его счастливым. Вы хотите сделать его счастливым? Он нет. И у него не хватает решимости, чтобы поставить точку в этих отношениях. Ну что ж, это его выбор. Но вам-то нужно жить как-то, вам-то как-то нужно жить, правильно? И значит, вам нужно совершать как-то свой выбор. И если мы говорим о вашем выборе, то, опять же, это не только принятие ответственности за себя. Это одно. Это одно. Тут момент другой еще, более важный. Момент такой, что вы не получаете, вы зависимы. Вы зависимы от этого мужчины. И вот нужно, чтобы вы постарались для себя определить, а в чем заключается эта зависимость. В чем? Какова ее природа этой нуждаемости, независимости еще даже, нуждаемости, скорее, просто. Просто нуждаемость. Какая она? Как она проявляется? Постарайтесь это определить. Это очень важно. Вот. Далее, далее. Вам необходимо реализовать вот эти моменты. Реализовать вот эти вот моменты, от которых вы нуждаетесь в своем мужчине. Для чего вам хочется ему написать? Почему хочется написать именно ему, а не другому? Ведь ему, по сути, уже получается, ему, по сути, получается, уже все равно на то, что с вами произошло, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ему уже все равно. А раз ему все равно, значит, вы делаете это для себя. Потому что он свою подвеску обозначил. А раз вы делаете это для себя, для себя, то у вас есть какая-то цель. И вот именно о цели, именно о цели, и нужно с вами разговаривать. Что это за цель, какую эту цель, понимаете, и как вы к ней стремитесь. Что вы хотите сделать, чтобы эту цель реализовать. Ну, априори, скажем так, реализовать. Это то, что, собственно, вам нужно сделать в рамках работы над самой собой. Да? Вот. Далее. Далее. Что-то заключается в том, что вам нужно понять, чего вы хотите для себя. У меня отказывается ощущение, что вы этого не понимаете. Вы не понимаете, чего вы хотите для себя. Постарайтесь это понять, и тогда, я думаю, у вас все будет более или менее неплохо. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.